мы хотим то же самого почему мы так далеки тем не менее парадокс то в том что они хотят благополучия мы хотим благополучия а в итоге мы не можем найти стыковочные пути друг другу в чем же проблема мужчины подхватили идею что жениться это совершенно гиблое дело потому что ты стои ты становишься рабом семьи который обзаводишься вот на сегодняшний день современный мужчина разводит руками и говорит дорогая зачем мне твои проблемы потому что на сегодняшний день женщина с одной стороны она активно ей нужно рожать у нее биологические часы и нужно определиться так мы семья или кто мужчина совершенно другого мнения мужчина реагирует проявляя интерес мужчина реагирует оставаясь спокойным и независимым мужчина реагирует тем что игнорирует мужчина реагирует женщина строит отношения грань в отношении которую переступать нельзя да сейчас мы коснемся этих вопросов у меня к вам спричный вопрос вы чувствовали в ваших отношениях вы понимали в ваших отношениях вот если бы вот этого вы не сделали то может быть бы все было нормально если есть такие наблюдения есть такие выводы выводы дайте мне пожалуйста вот какие это выводы здесь мы говорим есть грань которую переступать в отношениях нельзя и я не устану повторять лучше ничего не сделать чем сделать в отношениях лишь бы что у меня тормоз тормозов нет наверное да пока не не выскажусь не успокоюсь да таня да знаем мы такой момент нетерпение гнев правильно скорее так было чему быть того не миновать правильно елена отлично перехватила инициативу лера отлично смотрите смотрите какие вы молодцы вы же вы понимаете же это но то что вам не хватает на сегодняшний день вы интуитивно чувствуете когда я провожу вебинар ошибки любви это один из первых вебинаров когда я объясняю в отношениях делать нельзя я как раз таки поясняю почему и мы в ошибках любви именно рассматриваем все эти моменты заставляем себя учиться понимать и обретать навык останавливать себя в те моменты которые губительны для отношений можно гипнозом попробовать объяснить что нужно нам талия мне нравится ваш юмор знаете вчера когда я брала интервью мужчина сказал очень очень вот потрясающую вещь он произнес его мудрая мама говорила так мой муж всегда думает что все идеи принадлежат ему он думает что это он руководит я ему ночью на ушко нашепчу он просыпается с идеей вы понимаете что вот мудрость да да классно это на самом деле очень классная вещь мудрость женская мудрость да одно тело когда мы имеем знания вот да я знаю я моя нетерпеливость моя инициатива сгубила отношения моя нетерпеливость моя склочность моя скандальность нам все это присуще нам всем женщин вам мне каждому из нас это все присуще просто вы должны понять что мы не случайно закатываем истерику в тот момент когда мы чувствуем что нас не любят это не случайно женщина на самом деле начинает истерить и имеет полное право просто другой момент как она эту истерику проводит и она ж понимаете она ж не понимает до конца как воспринимает эту истерику мужчина в данной ситуации вот отсюда вот это то что мужчина боится и не знает что с этим делать как на это реагировать а женщина высказалась вот как вы говорите должна высказаться до конца и и все каждый выполнил свою задачу конфликт состоялся кирпич поставлен больше движения в этом направлении нет все так вот мы должны понимать что что за этим ставим какие чувства мы здесь но я этого допустила почему мудрости не хватило не хватило понимания до конца почему я это не должна делать и если я должна это делать то как так и так когда мы говорим грань в отношениях которую переступать нельзя мы конечно говорим о том что разговор по душам выяснение отношений да игнорировать делать вид что мужчина там скажем не позвонил не пришел мы игнорируем ну ладно занят человек месяц занят другой занят потом появился а мы там ждем и думаем ну куда же он куда же любовь его ушла почему же он меня не любит ведь я лучше всех других для него подхожу правильно женщина мучается ждет звонка и конечно же женщина подключает людей со стороны поговорить с ним натолкнуть его подвинуть его к этим отношениям подсказать ему вы понимаете что мужчина мужчину сколько не уговаривай сколько не убеждай мужчина не будет делать выбор относительно партнерша пока он сам не почувствует что она нужна ему мы должны понимать на каком уровне у мужчины вот это место для женщины если мы не понимаем этого то что мы рядом с мужчиной пытаемся сделать вы играете роль значит генерала в юбке вы играете роль маленькой девочки которую обидели кого вы играете кто вы в отношениях потому что ни то ни другое мужчине не нужно чтобы им командовали чтобы перед ним слезы пускали на кулак наматывали и говорили ему о своих разочарованиях ну зачем ему это нужно ведь он же вас не удочерил правильно мы должны понимать что есть определенные этапы формирования любви и по этим этапам нужно проводить мужчину чтобы мужчина укрепился в своих чувствах к вам потому что то как мы пытаемся его подкупить через подарочки через благо жизненное что у него нет квартиры он может пожить у меня у него нет работы я ему дам у него нет денег я ему дам на пользование понимаете все что женщина даст он скажет спасибо и пойдет дальше вы же это знаете очень многие женщины вкладывают в мужчину дают ему вот это как бы чувство безопасности в жизни убеждают его вот видишь как со мной безопасно вот видишь как со мной хорошо мужчина да вижу все хорошо взял пошел так вот нам нужно понимать на какой грани нам нужно держать отношения до брака на какой грани нам нужно держать отношения когда мы в браке с ним ведь поймите проблема не только в том чтобы выйти замуж потому что замуж вы в итоге выйдете как-нибудь если уж на то пошло но будете ли вы счастливы будет ли вас любить мужчина за которого вы выйдете замуж потому что нужно понимать что мужчину в отношениях держит любовь а не то что ему выгодно быть с вами в браке а если для него она принцесса опять таки нужно смотреть конкретно кто она кто он и на каком этапе отношения развития отношений потому что принцессу можно разыгрывать из себя прямо сейчас но дает ли вам это шанс зацепить внимание мужчины ну мужчина посмотрел на вас а принцесса хорошо до свидания и все насколько вы востребованы в этой роли спасибо да 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 я думаю что вы для себя открыли новый пласт текст того что вы не знаете вы подняли его просто то что вы раньше пытались додумать то вы сейчас подняли то что вы вообще не предполагали да но вы поймите что на сегодняшний день пока вы в такой работе как бы которая освещает проблемы вы еще не работаете вы еще не включились вот когда вы ко мне придете дадите заявку скажите пожалуйста дайте мне знания научите меня как надо дайте мне знания я хочу учиться вот с этого момента пойдет ваше значит принятие информации и работа над собой потому что именно с этого начинается момент выбора да я знаю что ничего не знаю я готова учиться дайте мне чему я должна научиться дайте мне знания вот получая знания я через вебинары вас обучаю вы через практические действия взаимодействия с окружающей средой получаете для себя навыки и вы учитесь в буквальном смысле учитесь если бы вы никогда не вязали но вам дали моток ниток и спицей сказали бы сделать что-нибудь чтобы вы навязали если вас привели в школу и дали вам скажем химические элементы и таблицу Менделеева сказали ну давайте значит соедините мне там элементы получим кислоту или железо или еще какой-то элемент химического состава что вы соедините что вы куда вы что начнете вам вам дали алфавит английского языка вы выучили буквы и что вы думаете что вы сейчас напишите роман английском языке вы должны вы должны понимать что это процесс которому нужно учиться и у меня принципиальное отношение к этому процессу потому что для меня главная задача научить вас строить отношения так чтобы они для вас в итоге стали счастливыми для меня очень для меня принципиально важен важно результат вашей работы со мной я не просто раздаю знания я их даже не продаю если кому-то что-то интересно я даю вам знания за вашу оплату за ваш запрос обучать вас я вас обучаю и для этого создан определенный процесс в который нужно прийти и в нем нужно активно участвовать поэтому извините на сегодняшний день вы должны понимать что на встречах прямого эфира мы лишь только поднимаем проблемы мы их только освещаем мы никак их здесь не решаем то же самое относительно освещение о том что существует проблема и я ее оглашаю и анализировать его анализировать свои действия и тут же набираться других навыков общения я ведь главная цель через теорию любви вы получаете другой навык отношений если у вас другой навык отношений к вам мужчины по другому поворачиваются к вам мужчины поворачиваются лицом и пытаются вас рассмотреть пока вы с теми навыками которые у вас отработаны за 40 лет 30-40 лет вашей жизни или 50 сколько вам сегодня вот этот навык неправильных отношений сегодня вы выносите и презентуете себя с этими отношениями так вот я да вы поймите что перестройка психологического характера и на биохимическом уровне гормонально и все 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 вся ваша внутренняя перестройка о том как быть истинной женщиной в отношениях что нужно понимать и как нести в себе эту мудрость вы выносите из тех знаний удовлетворены моими ответственными идем дальше и у нас следующая тема это депрессия чем характерна депрессия паника обиды боли ревность потеря смысла жизни неуверенность в себе список можно продолжать бесконечно вы знаете потеря ощущения себя ощущение что ты вне жизни да ощущение вне течение жизни что тебя выбило ты непонятно чем занимаешься что-то вокруг происходит кто-то радуется кто-то женится там замуж выходит какие-то какие-то эмоции а у тебя все как-то как по какому-то течению непонятно куда несет да отсюда агрессия злость разочарование суицидные мысли страх перед жизнью эмоциональное зависим вы посмотрите какой так скажем багаж на ментальном уровне мы с собой носим в течение жизни что происходит с психикой женщины которая я там получила проблему в детство заглядывает там проблемы юность вспоминает тоже неприятный опыт здесь пытается строить отношения вроде любовь вроде все раз опять какие-то проблемы какое-то недопонимание отсутствие взаимопонимания женщина вдруг находит мужчину говорит вот он любимый я позволь мне тебя любить я буду делать все чтобы ты был счастлив она делает 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 спустя время годы она обнаруживает что она делала это все зря потому что появляется другая женщина предрасположена к состоянию меланхолия женщина предрасположена к состоянию самокритики не а м м м м м м Продолжение следует...